Жили мы бедно, хлеба не было. Икру накладывали прямо на колбасу. Акларадский таракан на Кунте за 28 ноября 2020 года. Голодаю я. Вот уже два часа. Забастовка у меня. А эти угнетатели свободного духа, дед и тараканушка, два часа с кухни не выходят. Борщ, видите ли, вкусный. Да и по рюмочке замер между народами пропустить не грех. Черт меня дернул забастовку объявить до ужина. А виноваты, между прочим, вы, друзья мои. А я тебе попереджев. Що наиздевайся над читачами. Помстятся вон и таби. Твоим же сброй ее. Оракул селенского разлива. Волхов, мокреца его подруга. Вон правнуками занялся бы. И это особо женского пола с поварешкой наперевес. Туда же. Правильно, дед. Совсем обнаглел. Читатели ему не угодили, видишь ли. Учиться надо было в институте лучше. Спасибо тебе. Вопрос вопросов за комментарий. Дамочка сама виновата. Надо было сразу брать быка за рога. Писал я о мужчине и женщине. Быка не было. Точно помню. Подумал и решил, что женщина, наверное, мужчину быком считала. Потому что сильный. Но где у мужчины рога, за которые она должна была его брать? От себя добавляю, это ответ о предыдущей статье. Таракана там был под статьей «Комментарий. Вопроса вопросов». Короче, застала меня тараканушка за рассматриванием анатомического атласа с голыми мужчинами и женщинами. Да. Полчаса объяснял, что у меня интерес чисто литературный, а не эротически мечтательный. Стали рога вместе искать. И на одной из страниц нашли. Только вот вопросы возникли. Во-первых, почему... Ха-ха-ха. Рог один. А во-вторых, почему он так нелепо расположен? Тараканушка высказала идиотскую мысль, что этот рог предназначен для продолжения рода. Ага. Природа настолько глупа, что такой важный орган просто так вот расположила, не защитив его ничем. Но посмотрите вокруг, прежде чем глупости говорить. Такие органы у всех спрятаны. А тут еще дед подошел. Старый анатом. Мокрица его подери. Люды за все свое життя все года один-два разы потомство вырабляют. А на один-два разы так зиды. Ха-ха-ха. На один-два раза и так сойдет. Но не смог я им доказать, что это рог. Уперлись, как азиатские ослы. Деторождение, деторождение. Мне ли не знать, как это деторождение случается между нами? Рог там точно ни при чем. Вот и объявил забастовку не во имя правды, а во имя истины. А есть все равно хочется. Хоть бы сериал какой душесчипательный по телевизору включили. Я бы тогда в холодильник по-быстрому, пока они в телевизор пялиться будут. Приветствую вас, друзья мои. Ну что, допрыгались мы до ручки. В смысле, достроились дорог до полного аута в ситуации с коронавирусом. Ситуация вышла из-под контроля и теперь все, что мы можем, это объявлять ежедневно об очередном антирекорде. Ладно бы только по заболевшим, но теперь пошли рекорды и по умершим. Вот такой вот пердемонокль для нашего правительства и нашего народа. Пришлось мне по нашим тараканим связям пробежаться. Нужно же знать, когда объявят этот самый локдаун, мокриться нас даже сами стали не замечать того, что перешли на какую-то абракадабру вместо нормального языка. Локдаун. Точно дауны мы. Полный карантин. По-русски это звучит так. Короче, вот вам сообщение из Уфиса Президента. Один вариант. С 25 декабря по 17 января эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти с 7 по 20 декабря. Но если честно, о полном карантине я догадался гораздо раньше. Наверное, в тот момент, когда Мамзель начала рассказывать сказки о том, что при полном карантине правительство выделит кучу денег малому и среднему бизнесу. Я-то знаю, что уже в декабре бюджетники и пенсионеры очень удивятся своим пенсиям и зарплатам. Это касается и военных, и даже полицаев. Хотите, расскажу об одном случае с моим знакомым физиком? Просто для понимания того, насколько люди могут быть погружены в параллельный мир. Прибегает как-то этот физик с космическим уклоном ко мне и сообщает страшно интересную информацию. Оказывается, вчера без образования черной дыры столкнулись 10 в 19 степени протонов. Ну и как я должен был на это отреагировать? Заплакать? Засмеяться? Запрыгать от радости? Как? Пришлось надавить на физика космического по полной. Оказалось, меньшая часть протонов находились в виде личного автомобиля физика, а большая часть в виде столба. Действительно удивительно. Почему же не образовалась эта черная дыра? Вспомнил я об этом, как всегда, не просто так. Вы знаете, какая страна самая зараженная этой гадкой инфекцией в Европе? Правильно, Россия. Дальше Польша, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Франция. Украина только на восьмом месте. А вы говорите, это, между прочим, официальные данные какого-то европейского агентства. А знаете, почему так происходит? Да просто потому, что мы не выявляем больных короной. Нет тестов, нет больных. Все впереди идущие больные страны делают примерно 500 тысяч тестов на миллион жителей. Мы же 70 тысяч на миллион. А теперь просто арифметикой займитесь. 500 делим на 70 и получаем 7 с копейками. Значит, количество обнаруженных за сутки больных можно смело увеличивать от 5 до 7 раз. Средняя цифра выявленных за сутки на Украине 15 тысяч. Умножаем и что от 75 до 105 тысяч человек ежедневно. Точно так же обстоит дело с умершими. Привезли больного, дождались очереди на тест, взяли анализ. А пациент к этому времени уже умер. Диагноз будет совсем не коронавирус, а какая-нибудь пневмония. Но я же не зря взял калькулятор. Люблю я этот прибор. Кнопок много, раздолье для многолапчатых. Жми не хочу. Короче, посадил я вирусолога на стол и начал нажимать кнопки. И вот тут произошло открытие. Если верить тем цифрам, о которых я вам написал уже, у нас от 5 до 10 миллионов человек уже переболели. А если поверить семейным врачам, которые вообще не верят тестам и открыто говорят о 30% браке результатов, то цифра близкая к 10 миллионам вернее получается. Ну и дальше те, кто выживут во время этой волны короны, будут жить в обществе, где примерно 2 третьих населения уже переболеют. Это прямой путь к общественному иммунитету. Как же хочется, чтобы все мои приблизительно не испортили правильность результата. И как жалко тех, кто не доживет до общественного иммунитета. А то ведь может получиться, как в старой сказке. Решил как-то Илья Муромец развлечься. А как развлекаются богатыри, известно. Поехал, короче, Муромец за 3-9 земель к чудищу поганому. Нашел дом его, стучит в дверь. Открывай, мать твою, ети, чудище поганое. Биться будем не на жизнь, а на смерть. Открывает ему девица-красавица. Смотрит на него огромными глазами и спрашивает о цели его визита. Ошалел Илья от красоты такой. Где чудище прячется, знаешь? А девица смотрит на него ресницами опахалами, хлопает. Ну я чудище. Просто вчера в спа-салон ходила. У меня визажист хороший. Короче, вернулся наш Илья несолонно хлебавший домой. Вот так. А вот 298 детей, еще в прошлом году бывших украинцами, домой в свою страну больше не вернутся. Они навсегда уехали в США. Их усыновили американцы. Больше нас туда экспортировали детей только китайцы. Их усыновлено 819. Причем китайцы усыновляются в возрасте от рождения до 2 лет. А наши дети от 5 до 17 лет. В прошлом году иностранцы усыновили почти 12 тысяч украинских детей. Вот это показатель уровня жизни, уровня счастья, показатель всего. В богатых и святых странах, в приютах очереди на усыновление сирот. А у нас родители с удовольствием отдают детей в другие страны, просто потому что хотят, чтобы хотя бы дети пожили по-человечески. Грустно как-то стало. Если нет детей, то зачем тогда вообще жили люди? Чтобы есть, пить, таскаться, по... короче, отдыхать. У нас детей много, потому что каждый из них это частичка нас, меня и тараканушки. И оракула нашего, что против меня выступление организовал, тоже частичка. Пока есть дети, внуки, правнуки, мы живем, мы вечны. Тараканы вечны. Вот сижу, бастую, а в комнате трезвонит телефон. И ведь никто не подойдет. Все оглохли, типа. А может там что-то срочное? Может землетрясение какое? Или цунами на нас прет? Вот, почему я не беру трубку, понятно, бастую. И вообще, я считаю, что мой телефон создан для моего удобства. Сидишь в парке на скамейке, а тебе звонок, достал телефон из кармана, и все, удобно. А вот в такой ситуации, как у меня сегодня, я бастую в спальне, а телефон в зале. Это значит, чтобы ответить на звонок, я должен встать, идти вдаль, далекую, к телефону, а потом все делать в обратном порядке. И что это тогда получается? Мой телефон, получается, создан для удобства тех, кто мне звонит, но уж дудки. Для своих удобств, пусть сами себе покупают телефоны. И ведь на улицу не выйдешь сегодня. У нас кровавая распродажа сегодня. Нет, это не черная пятница, это хуже для нас. Какой-то идиот придумал всемирный день без меха. А вот наши активисты и организовали эту самую кровавую распродажу. Всех, кто носит что-то меховое, позорят. Могут, наверное, и морду набить. А я-то, так сказать, в натуральном хитине расхаживаю. Да. Ну все. Надоело мне бороться с вопиющей безграмотностью в моей семье. Буду прекращать забастовку. Как-то так получилось, что после ужина, самым грустным, надеюсь пока, выглядит самый умный, как я считаю. Пойду-ка я на кухню, выпив за здоровье бедных животных. А то пока тараканушка и деда вдвоем выпивали, нарушался основной принцип любой пирушки. Это я для своих однопольников. Вот слово получилось. Ужас. В смысле, для вас, мужики, секрет раскрываю. Как горелку разольете, так она и развезет. Ох, и наемся я сейчас. Ну и ее эту забастовку. То ли дело. Пришел домой, поел, лег на диван позавязывать жирок, выслушал новости дома от тараканушки и новости страны от телевизора. Опять поужинал и спать. Хорошо. Ради этого будем жить. А колорадский таракан. Жили мы бедно. Хлеба не было. Икру накладывали прямо на колбасу.